Следующая книжка, с которой я вас хочу познакомить, она для более старшего возраста, называется «Рассказы толстого мальчика». Она вышла в том же издательстве, в замечательном издательстве московского Марта Волхонка. И тут достаточно много рассказов. Но это не совсем автобиографическая книжка, но эти персонажи, они в каком-то смысле списаны с меня и с моих друзей. Поэтому вот такая вот странная смесь. И тут есть более веселые, есть и грустные рассказы, есть и рассказы про Москву, в которой я родился, и про станицу на берегу Азовского моря, в которой меня вывозили в детстве. Вот такие вот разнообразные рассказы. Ну, первый рассказ, который я хотел прочитать, называется «Зоопарк». «Я родился мальчиком в родильном доме номер 9, в Марьиной роще. Это Москва. Мальчик, — сказала кушерка Ефросинья Федоровна, и поправила на моей руке бирку из розовой клеенки, привязанной бинтиком. Прямо бегемот какой-то, а не мальчик. На клеенке чернильным карандашом было написано «Мальчик». 56 см, 4.5 кг. Мне на такси привезли домой и положили на черный дерматиновый диван, на высокой спинке которого стояли 16 фарфоровых слоников. У самых крупных слонов были отбиты бивни. Я лежал распеленутый на большой розовой подушке, и все родственники, что были в комнате, сгрудились надо мной. «Слоник», — сказала моя тетка Полина. «Поросеночек», — сказала тетка Зинаида, вылитый. «Мужик, во какие!» — сказал дядя Владик. «Весь вкладка, как шарпей», — сказал дядя Толик. А дядя Виталий добавил «розовый какой-то и волосатый, как крот». Все оглянулись на отца с матерью. А отец с матерью ничего не сказали. Они хотели девочку. И потом меня им уже показывали. «Да запеленайте вы ребенка, простудите», — проснулся скамять тетка Вера. «Вот бесы, чего столпились-то? Не в зоопарке!» И стала запеленывать меня, ласково пощипывая за упругую младенческую попку. «Свинка ты моя морская! Утю-тю-тю!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова